Здравствуйте, дорогие участники мастер-класса и члены жюри. Сегодня мы познакомимся с китайским языком. Но сначала давайте познакомимся с вами. Можно, пожалуйста, участников? Как вас зовут? Марина. Марина. Наталья. Наталья. Яна. Яна. Екатерина. Екатерина. Все, да, это все у нас участники? Так, хорошо. Меня зовут Дарья и сегодня я проведу для вас мастер-класс, который называется у нас первый урок китайского языка, вводный урок китайский язык. Итак, первый мой вопрос к вам. Участники будут. Знаете ли вы, в каких странах китайский является официальным государственным языком? Китай. Китай, конечно. А в каких-либо других странах, как вы думаете, является он государственным? Наверное, нет предположений. Действительно, первая страна это у нас Китай, но также есть еще два места, где он является официальным государственным. Это Сингапур и также на острове Тайвань. У нас китайский государственный язык. Отлично. Теперь давайте посмотрим, что такое китайский язык и начнем мы с письменности. Что вы знаете о письменном китайском языке и чем он отличается от европейских, русского или английского? Ну, видимо, пишет сверху вниз. Сверху вниз? Неправо. Да, а есть еще какая-то отличительная особенность письменности. И иероглифы? Конечно. Пишем иероглифы. Знаете ли вы, чем отличаются у нас иероглифы от буквенного написания? Они несут, наверное, смыслово какое-то значение. Да, абсолютно верно. И в китайском языке, как уже вы заметили, для записи слов используются иероглифы. Каждый иероглиф – это картинка, которая обозначает целое слово или его часть. Он передает смысл, но не передает произношение. В китайском языке насчитывается около 80 тысяч иероглифов. Для свободного понимания прессы достаточно освоить 4 тысячи, а для чтения художественной литературы в оригинале понадобится не менее 6-8 тысяч иероглифов. Древние китайские иероглифы напоминают наскальные рисунки древнего человека. Все древние китайские иероглифы имели определенное значение. Символы обозначали явление или что-то материальное. На слайде представлено несколько иероглифов и этапы их видоизменения, начиная с самого древнего варианта и заканчивая современным китайским иероглифами. Мы с вами видим, что у нас иероглифы, если можно так сказать, произошли от наскальной живописи. Первоначально это были картинки, которые люди рисовали, и уже затем мы видим, как изменялись слова. И последний столбик слов – это современные китайские иероглифы, то есть современные китайские слова. На этой картинке вам представлены несколько слов, как раз записанные иероглифически. Можете ли вы назвать, какие слова вы здесь видите? Луна, солнце, птица, дорога, видимо, это река. Да, это река, поток, огонь, абсолютно верно. Мы здесь видим с вами как раз-таки явления и предметы, которые изображались определенными знаками иероглифическими. Я часто слышу вопрос, как же я прочитаю китайское слово, если там нет букв. Участники, пожалуйста, Яна, прочитайте, что это у нас за слово? Солнце. Абсолютно верно. А Наталья, а это что за слово? Облака. Облака. Да. Марина, а это? Люди. Люди, да, человек, мужчина или женщина. И Екатерина? Овечка. Овечка, да. А это что за слово? Цветок. Цветок, абсолютно верно. Но как вы прочитали эти слова? Тут ведь не единой буквы нет. У нас ассоциация тоже есть, то есть мы знаем. Конечно. Вы знаете, как звучит слово и его смысл. И для прочтения данных слов вам не нужны были буквы. Вы так знаете, что это. То же самое и иероглифы. Мы не можем прочитать ни единой буквы, но мы знаем, что значит этот символ и как он звучит в языке. Из чего же состоят иероглифы? Они состоят у нас из ключей. Ключ – это своего рода простейший иероглиф, имеющий определенное смысловое значение. Некоторые из них используются в чистом виде, но в большинстве случаев ключи являются частью целого иероглифа. То есть иероглиф, он у нас как пазл или конструктор состоит из нескольких частей. И перед вами фрагмент таблицы иероглифических ключей, то есть наших составных частей, частей пазла. Всего таких ключей у нас 214. Каждый ключ, как мы можем заметить, имеет собственное прочтение. Все ли иероглифы у нас одинаковы? Есть несколько типов иероглифов. И первый – это указательные. Указательный тип иероглифов обычно передают дословный смысл, направление, положение или количество. Таких иероглифов очень мало. И давайте посмотрим на слайде. Вот у нас первая группа. Это цифры. У нас цифра 1 изображается горизонтальной черточкой, цифра 2 двумя горизонтальными чертами и цифра 3 – три горизонтальные черты. Это у нас первая группа. Вторая группа – это положение. Положение предметов. Здесь мы видим с вами два иероглифа – вверх и вниз. У нас есть условное обозначение границы, положение, горизонт, скажем. И предмета, который находится над ним, получилось слово «вверх-наверху». То же самое слово «низ». Условное обозначение границы и предмета, который находится внизу. И еще один иероглиф – это у нас слово «середина». Вот он. Что он изображает? Почему именно так пишется «середина»? Как вы думаете, что изображает этот иероглиф? Равная часть, а слева и справа, как вариант. Да, либо какой-то предмет, который разделен пополам. А, и мы видим середину этого предмета. Следующий тип – это изобразительные иероглифы. Изначально это примитивные картинки или пиктограммы, которые со временем стали более схематическими. Например, слева иероглиф «человек». Мы видим схематическое изображение человека. Например, как будто он шагает в движении. И иероглиф «рот» – схематическое изображение рта. Следующий тип – это фоноидеограммы. Эти иероглифы состоят из нескольких частей графем. Обычно одна часть несет смысловое значение, а другая – фонетическое. То есть одна часть нам дает смысл иероглифу, слову, а другая – помогает нам понять его прочтение. Таких иероглифов у нас около 90%. И давайте посмотрим, например, внизу. Первый слева иероглиф означает «слабкий». В центре мы видим уже иероглиф, состоящий из двух частей. Из левой и справой. Справа уже известный нам слово «слабкий». Слева – ключ «дерево». Таким образом мы записываем слово «апельсин». Дерево и слабкий. Последний иероглиф справа также состоит из двух частей. Как мы можем заметить, левой и правой. Правую часть мы знаем, это слабкий. А слева, как вы думаете, что значит у нас элемент слева? Как-то две равные части, середина, как получается. Почти, да. И над горизонтом, как на земле. Вы молодец, вы запомнили предыдущий слайд, слово «середина». Но, смотрите, он ведь не абсолютно такой, там есть еще другие черточки. И это у нас уже совершенно другой символ. Этот символ значит «насекомое». И вот слово «устрица» записывается как «сладкое насекомое». Так интересно. Также интересный факт. Это плюс или минус черта. С добавлением или убавлением черт некоторые иероглифы могут приобрести другой смысл. Например, слово «князь» и слово «самоцвет драгоценность» отличаются всего одной черточкой. Вот мы ее видим, точечкой. Также на предыдущем слайде вы заметили, что слово «середина», но там внизу также есть черта с точкой. И у нас уже совершенно другой смысл у иероглифа появляется. А теперь давайте посмотрим видео. И нам нужно с вами обратить внимание на технику написания иероглифов. И какое правило мы с вами можем, будем вывести. Все, а что вы заметили особенного во время написания иероглифов? Можно еще раз прогнать? Можно. Слева направо, сверху вниз. Абсолютно верно. Все иероглифы основного у нас правила пишутся сверху вниз, слева направо. Мы начинаем с верхних частей и заканчиваем нижними. Если у нас иероглиф состоит из двух частей, как на предыдущих примерах, левый и правый ключ. Мы сначала пишем левый, также начиная с верхних черточек, заканчивая нижними, мы потом переходим к правому и также начинаем сверху вниз его писать. Далее мы посмотрим с вами черты. Мы уже знаем, что иероглиф состоит из ключей, а ключи в свою очередь состоят из черт. Также, как изучая любой язык, изучая его письменность, мы сначала начинаем писать черточки, крючочки, соединения букв, так и в китайском языке. Начиная изучать иероглифику, мы сначала изучаем с вами черты, затем мы изучаем ключи, из каких черт они состоят, а уже затем переходим плавно к иероглифам. Мы научились с вами уже писать, посмотрели на письменность китайского языка, а теперь немного поговорим о звучании, о фонетике. В 1958 году был принят пхенинь. Это система записи звуков в китайском языке с помощью латинских букв. Один иероглиф у нас равен одному слогу. Слоги состоят из инициалей, то есть начальных звуков, и финалей, конечных звуков. А внизу у вас представлены несколько слогов китайского языка. Ма, ни, ху. Мы видим, что они состоят из начального звука, инициалей, например, м, на, х, и финального звука. В данном случае это у нас только гласный, а, и, и, ху. Перед вами на слайде таблица с сочетанием инициалей и финалей. И как мы можем с вами заметить, не все инициали сочетаются со всеми финалями. Это значит, что некоторых звуков в китайском языке нет. Например, мы берем фа, смотрим, с какими он сочетается, и, например, слога фи не существует в китайском языке. Так же, как слога ги тоже не существует в китайском языке. Так что не все они сочетаются друг с другом. Следующий слайд. Тоны. Что же такое тоны? Китайский язык у нас тоновый. Это значит, что слоги с одинаковыми звуками могут произноситься с разной интонацией и иметь разные значения. Поэтому важно уметь правильно произносить тоны и улавливать разницу между ними на слух. В нормативном китайском языке четыре основных тона. И нейтральный тон, который часто называют пятым или нулевым тоном. Он обычно встречается в конце слов, служебных частицах и междометиях. Произносится нулевой тон коротко и не выделяется никакой интонации. При записи слова нулевой тон также никак не обозначается. А вот основные четыре тонны имеют собственное обозначение в соответствии с произнесением. Первый тон мы видим, что он изображается ровной горизонтальной чертой. И звучит он также ровно. Произносим мы его на одной волне. Например, на одной ноте непрерывно. А второй тон у нас восходящий. И изображается восходящей чертой слева направо вверх. По звучанию он похож на вопросительную интонацию в русском языке. Например, а-а-а. Третий тон изображается у нас галочкой. Это у нас нисходящий восходящий тон. Наш голос сначала опускается вниз, затем должен подняться вверх. А-а-а. А-а-а. Как на американских горках. И последний четвёртый тон. Нисходящий. Черточкой вниз изображается. Слева направо. Вниз. И звучит очень быстро и резко. А-а-а. Как будто мы падаем с горы. А-а-а. И давайте теперь вместе попробуем произнести слоги в разных тонах. Пожалуйста, повторяйте за мной. Первое слово в первом тоне. М-а-а. 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 Отлично. Ещё раз. М-а-а. 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 Молодцы. Второй тон восходящий. Удивляемся. М-а-а. М-а-а. Молодцы. М-а-а. 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 Третий тон на американской горке. Вниз и вверх. М-а-а. 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 Молодцы. И последний четвёртый тон резкий, падающий вниз. М-а-а. 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 Молодцы. Здесь мы видим с вами четыре разных иероглифа, которые у нас произносятся одинаково. Слоги одинаковые везде. Это всё м-а. Но из-за изменения тона у нас совершенно разные значения у этих слов. Первый иероглиф м-а-а означает мама. Второй слог м-а-а во втором тоне. Это у нас конопля. В третьем тоне м-а-а. Лошадь. И четвёртый тон м-а-а. Значит, ругаться. Также мы можем с вами заметить, что в трёх словах у нас есть один и тот же символ. Один и тот же ключ. Видите его? Палочка, которая? Не совсем палочкой. Сейчас я вам его введу. Вот он, смотрите. Вот здесь он у нас есть. Вот он. В чистом виде этот ключ. И вот тут снизу. Это у нас как раз фонетик. Поэтому эти слова и читаются одинаково. Он даёт звучание всем этим словам. Поэтому они читаются всем м-а. Ещё один пример со словами, которые читаются одинаково. Ху в первом тоне значит выдыхать. Во втором тоне ху значит озеро. В третьем тоне ху значит тигр. И четвёртый тон ху у нас значит дерево. Мы должны быть с вами очень внимательны к тонам. Потому что неправильно произнеся о том, что мы можем совершенно поменять значение слова. И давайте перейдём к практической части нашего мастер-класса. И выучим несколько фраз. Первая фраза – это, конечно же, привет. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Думаю, что все знакомы с этой фразой. Значит, привет, здравствуйте. Далее, чтобы нам познакомиться, мы выучим фразу «Как тебя зовут?» и научимся отвечать на неё. «Как тебя зовут?» звучит. «Ни джао шэмма». Попробуйте повторить. «Ни джао шэмма». Кто первый рискнёт? «Ни джао шэмма». Молодец. Давайте все попробуем это произнести. «Ни джао шэмма». Как тут читается слово? Шэмма. Шэмма. А там же «Н» читается как «М». Шэмма. Да, шэмма. Шэмма. «Ни джао шэмма». И отвечаем. «Во джао». Называй своё имя. «Во джао Таша». Кто на поправе? «Во джао Марина». Отлично. «Во джао Наташа». У нас ещё есть. У нас есть Яна. Яна, ни джао шэмма. «Во джао Яна». Отлично. Теперь давайте познакомимся ещё раз на китайском. Давайте Яна. Вы будете первой. Ответьте на вопрос. Ни джао шэмма. Отвечайте, как меня зовут. Да. Да. «Во джао». «Во джао Яна». Отлично. Спросите теперь меня. «Не джао шэмма». «Во джао Даша». Хорошо. Наталья. Теперь вы. «Не джао шэмма». Я забыла, как произносится. «Не джао». Наталья. Отлично. А теперь спросите меня. «Не джао шэмма». «Не джао Даша». Марина. «Не джао шэмма». «Не джао Марина». Отлично. И у нас ещё Екатерина, да, не отвечала? Да, всё верно. Спросите меня. Отлично. Молодцы. Вот мы с вами и научились уже представляться по-китайски, отвечать на вопрос, как вас зовут, и, конечно же, нам нужно сказать «приятно познакомиться». Давайте попробуем вместе. Отлично. Ещё раз давайте вместе. Молодцы. А теперь давайте познакомимся, спросим, как друг друга зовут, а затем поблагодарим, скажем «приятно познакомить». Томас, Яна, давайте опять начнём с вас. Яна, ничяо шэма? Во чяо Яна. Спросите меня. Ничяо шэма? Во чяо Даша. Рэнши ни хэн гао синь. Рэнши ни хэн гао синь. Молодец. Наталья. Ни чяо шэма? Во чяо... Во чяо Наталья. Спросите меня. Ни чяо шэма? О, ничяо шэма? Во чяо Даша. Рэнши ни хэн гао синь. Рэнши ни хэн гао синь. Молодцы. Марина. Ни чяо шэма? Во чяо... Чяо Марина. Ни чяо шэма? Во чяо Даша. Рэнши ни хэн гао синь. Рэнши ни хэн гао синь. Отлично. И Екатерина. Ни чяо шэма? Во чяо Ха Чя. Я вас, да? Да. Ни чяо шэма? Во чяо Даша. Рэнши ни хэн гао синь. Рэнши ни хэн гао синь. Отлично. Вот мы с вами и познакомились уже на китайском. Как мы с вами видим, у нас фраза написана иероглифически. Над ней мы видим транскрипцию пхенин. И над словами, над слогами мы видим с вами тонны. Как нужно произносить определенный иероглиф. И то, что я вам говорила, нулевой тон. Посмотрите, слог ши у нас без значка тона. Это значит, что это у нас нулевой тон. Он читается быстро. Жэнши. Ши не тонируется. Жэнши. Замечательно. И далее у нас с вами будет небольшое упражнение. Давайте послушаем с вами запись знакомства в классе. И попробуем услышать, как же зовут двух других ребят. Сейчас. Запись. Готовы? Услышали ли вы имена двух других героев? Фан, Фан, Фа, последние. А их не трое было? Трое. Ну, первое имя у нас написано. А два других не написаны. Ну, последнее что-то типа Фан, Фан, Фа. Да, молодцы. Вы услышали имена. Фан, Фан был последний персонаж. И также у нас был Диэкхэ. Да, Диэкхэ. Да, учитель их спрашивал. Ни дяо шэмма, та дяо шэмма. Да, они отвечали. Ва дяо Диэкхэ. Ва дяо Фан. Да, молодцы. И мы с вами перейдем к заключительной части. Повторим с вами фразы, которые мы выучили. Вместе, пожалуйста. И представьтесь, пожалуйста, еще раз по очереди. Ва дяо называя свое имя. Да, давайте Яна. Ва дяо Яна. Наталья. Наталья. Это у меня звук почему-то пропал. А, давайте еще раз представим. А, представимся, да. Меня зовут Наталья. Ва дяо. Ва дяо Наталья. Отлично, Марина. Ва дяо Марина. Да, и Екатерина. Ва дяо Катерина. Ва дяо Катерина. Молодцы. Поздравляю вас с первыми вашими фразами китайскими. И в заключение у меня есть к вам несколько вопросов. Первый. Что вы узнали о китайском языке сегодня? И помог ли вам мастер-класс найти ответы на интересующие вас вопросы о китайском языке? Я поняла, что китайский не для меня. Почему? Ну, с английским бы разобраться. Это так кажется, нужно только начать. Было интересно про тональность узнать передачи звуков. Еще раз. Было интересно узнать про тональность. Это где у нас человечки были эмоциональные нарисованы. Но очень сложно. Нет, это кажется, что очень сложно. Также, начиная любое дело, вам кажется, что это вау. Это так сложно и непостижимо. Но как только вы начинаете делать, и маленькими ступенечками вы достигаете цели, успех, а также и в изучении любого языка, не только китайского. Ну, все-таки какой-то сложный. Это вам так важно. Для меня. В китайском действительно сложная фонетика, то есть произношение. Да. Сложно бывает с иероглифами. Но, например, в грамматике тут немного попроще, чем в английском. То есть везде есть сложности и простые. Вот еще у кого-нибудь есть впечатления? Видимо, так как у нас два. Ни у кого больше нет впечатлений? Ну, я бы выучила китайский, если бы была возможность. Вот, видите, вы бы захотели. Мне было сложно очень. Сложно? Ну, все-таки это только первое занятие, да? Да. Ну, я надеюсь, что вам мастер-класс помог понять, из чего состоит китайский язык, что он в себя включает, да, и то нужно будет изучать для достижения вашего успеха и освоения китайского языка. Опять-таки повторюсь, это не так сложно, как вам сейчас кажется. Главное — это начать попробовать себя, да, и маленькими шажочками. Я уверена, что если вы начнете, вы достигнете хороших высот. И давайте напоследок у нас осталось с вами пару минут. Ну, вот еще раз повторим наши фразы. Приветствия. Как вы друг друга поприветствуете, Яна? Нихао. Нихао, отлично. Наталья, как вы спросите имя у собеседника? Нихао, отлично. Марина, как вы ответите на этот вопрос? Водяо, Марина. Отлично. И Екатерина, наша завершающая фраза? Жэнши, нихао, си. Молодцы. Видите, у всех уже все получается. И хотелось бы закончить на небольшой шутке. Лао, ши, китайский язык сложно учить, на что Лао нам ответит. Нет, только первые 10 лет тяжело, а потом нормально. Но эта шутка, на самом деле, тяжело первые несколько дней. Потом ты привыкаешь к этому. Так что желаю вам удачи. Надеюсь, что вы придете к китайскому языку, и у вас все получится. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо большое нашим ученикам. Спасибо. Всего доброго. Будем надеяться, что в рядах китаистов теперь прибавится. Спасибо.